Не все люди науки, однако, согласны с приведенной выше материалистической гипотезой. Например, профессор Джон Фиске в своем сочинении «Экскурсия эволюциониста», рассматривая положение мыслительной материи, профессора Клиффорда говорит, «Этим прекрасным методом представления сразу осветились многие философские истины, и грубые материалистические понятия стали невозможны. Например, положение, сделавшееся ходячим, вошедшее в обиходный язык, именно, что изменение сознания зависит от физиологических изменений в организме». Материалисты утверждают, что мысли порождаются мозгом, и публика обыкновенно настолько проникается этим представлением, что когда вы пробуете объяснить замечательно обоснованное соотношение психических явлений и мозговой деятельности, открытое современными психологами, она сейчас же испуганно прячется и начинает думать, не упразднили ли вы ум окончательно. Публика воображает, что для низложения материализма необходимо отвергнуть тот факт, что идеи появляются одновременно с прохождением молекулярного движения по клеточкам серого мозгового вещества. Волна молекулярного движения в мозгу не может произвести чувство или состояние сознания. Эта волна не может ничего произвести, кроме возбуждения других молекулярных волн на сером веществе ганглии или же в белом веществе нервов. Во всяком случае, всякая физическая сила в организме может выразиться только физической же силой. И всякая фаза и всякое проявление, в котором эта сила себя проявит, неизбежно должна выразиться в границах физической силы, иначе закон сохранения энергии будет нарушен. Вводить сознание или чувство куда-нибудь в цикл производящих или непроизводимых действий в мозгу или нервах, это значит, как сказал бы Клиффорд, не только утверждать неправду, но даже просто болтать вздор. Затем в другой своей книге «Назначение человека с точки зрения его природы» тот же автор говорит, «Ничто не может быть более грубо, ненаучно, как знаменитое заключение Кабаниса, будто бы мозг выделяет мысль, та же, как печень желчи. Неправильно будет даже такое положение, будто мысль проходит через мозг. В мозгу проходит лишь поразительный комплекс целых серий молекулярных движений, с которым мысль и чувство известным образом находятся в соотношении, но не как результат этого движения или причины его, а лишь как ему сосуществующее. Вот все, что нам известно, но церебральная физиология об иной жизни ничего не говорит. Да ведь ее это и не касается. Разумеется, я никогда бы не обратился за справками о положении вещей, при коем бы могли существовать мысли, чувства при отсутствии мозга, церебральной физиологии, ибо это совсем не ее дело. Но материалистическое убеждение, что таковое положение вещей быть не может, и что жизнь духа прекращается вместе с жизнью тела, есть, пожалуй, наиколоссальнейший пример ни на чем не основанного убеждения во всей до сего времени известной истории философии. Никакого доказательства к поддержанию этого убеждения нет, кроме лишь того факта, что нам известен дух только в его соединении с телом, а констатировать существование духа вне тела нам до сего времени не удавалось. Нельзя в самом деле приходить к отрицательному в самом деле выводу только потому, что доказательства противного мы не можем получить путем опыта. Конечно, я не согласен с профессором Фиске относительно недостатка положительных данных в области спиритуализма, но я оставляю эту сторону дела и постараюсь, не затрагивая области психологической, и оккультической, построить мост через пропасть, разделяющую материализм и спиритуализм. В прежнее дореформационное время понятие о каждой известной тогда людям силе, природе, тепле, свете, движении, магнетизме было как о чем-то самостоятельном и друг от друга независимым. Современная наука своими открытиями доказала единство этих сил, а стало быть и единство всей Вселенной. было признано, что все эти силы – суть проявления одной общей силы. Было найдено, что эти силы способны быть переводимы одна в другую, тепло в движении и наоборот, электричество в свет, свет в движении и так далее. Потом возникла великая идея сохранения энергии. Ничто не пропадает, никакая сила не растращивается без возбуждения соответствующей реакции. Таким образом, явились три великие принципа единства Вселенной, единства сил, сохранение энергии. Затем было доказано, что в основании физической науки лежит гипотеза об эфире. В прежнее время материя была известна лишь в одной или двух формах. Теперь же начинает признавать, что материя есть нечто сложное. Она может быть твердой, жидкой, газообразной и парообразной. Исследовать эфир тем путем, каким научились, изучились другие субстанции, оказалось невозможным. Столь тонкого инструмента изобрести до сих пор еще не удалось. А между тем, без эфира, все сооружение физической науки окажется несостоятельным. Не будет иметь никакого основания. И таким образом, всякий оккультист, обвиняемый материалистом в том, что вера его основана только на гипотезе, имеет полное право ответить. Ваше учение основано тоже на гипотезе, на гипотезе эфира. Но почему принята эта гипотеза материализмом? Потому что она одна, дает достаточное объяснение всем явлениям, с которыми он имеет дело. При отсутствии этой гипотезы, очень многие задачи, касающиеся физической жизни, окажутся абсолютно неразрешимыми. Точно так же и оккультизм, только при помощи своей гипотезы, объясняет явления, с которыми имеет дело. И они получают при этом естественное и гармоническое объяснение. Оккультизм также проверяет теорию опытом и наоборот, опыт объясняет теории. Возьмем три принципа единства мира здания, единства сил и сохранения энергии. Три базиса, на которых держится современная наука. Нелепость, сказал бы древний ученый, если бы услыхал, что Солнце и звезды стоят из одинаковых с Землей элементов. А между тем, истина этого положения доказана, как и истина существования и остальных двух начал. Между прочим, и сохранение энергии. Теперь возьмем жизнь, мысль, сознание в их наипростейшей форме, как силу, заключенной в индивидуумах. Как силы, они неизбежно должны продолжить свое существование. Так или иначе, и после разрушения организма или заключающего, их заключающего. Профессор Клиффорд произвел это, признал, но и принять представление о продолжении индивидуального существования никак не мог и нашел более для себя удобным идею об умственной материи, тончайшем, силовом материале, рассеивающемся в пространстве после смерти заключавшего его в себе индивидуума. Современная наука стремится теперь доказать существование таких сил в природе, которые недоступны исследованию невооруженных пяти чувств. Всякий ученый в наше время знает, что кроме мира доступного восприятия этих чувств, есть мир совершенно еще нам неизвестный, но может быть и еще более обширный и прекрасный. Профессор Гексли в своем сочинении, между прочим, говорит о растительных клеточках. Если бы ухо наше могло воспринимать шум от движения этих живых клеточек, то величественная тишина тропического леса превратилась бы в шум сильнейший, чем шум большого людного города. Ухо наше способно воспринимать только известное число колебаний в секунду. Глаз воспринимает тоже только известное число колебаний. Профессор Стокая открыл ультрафиолетовые лучи в спектре и доказал ученому миру качество света, известное как флуоресцензия. Почему эти ультрафиолетовые лучи были скрыты от глаза? Потому что колебания света свыше количества 789 миллионов вибраций в секунду недоступны ему. Эти факты вполне доказывают нам какой мир сил, форм, красоты, цвета и гармонии существует, хотя он и неизвестен нам. Вот каковы положения ученого материалиста. Вселенная едина, подлежит одному общему закону. Сила тоже едина, постоянно, неизменно в общем составе своем, хотя и может изменять направление. Пятичувственный мир есть лишь часть великого целого. Материя лишь причина известного состояния сознания. Сознание после смерти индивидуума индивидуально. А далее пропасть отрицания. Перекинуть мощь через эту пропасть и дать определенный решительный ответ по этому вопросу должен спиритуализм. Когда покойный Тиндаль доказывал, что материя заключает в себе всю земную жизнь в потенции, то он очень избегал выражения мертвая материя. Человеку науке хорошо известно, что подобные вещи не существуют. В действительности основа всей Вселенной есть жизнь и каждый атом материи есть проявление этой жизни в той или иной форме. Но что такое жизнь никто не знает и в разные исторические времена ей давали различные наименования. Таким образом возможно уничтожить пропасть. Можно принимать все выводы физической науки проникающие понемногу шаг за шагом в невидимый мир и путем строго научным создать положительную гипотезу вместе с отрицательной. Представьте себе человека в состоянии настолько подобном состоянию смерти что физиолог не в силах различать их. Тело этого человека нечувствительно холодно неподвижно кровообращение как бы совсем прекратилось и электрические и химические деятельности изменена соответствующим образом и вопреки всему этому жизнь мысль сознания не только могут быть настолько же деятельны как и во всяком живом человеке но даже еще деятельны усиленнее так как при этом человек может видеть и воспринимать происходящее за сотни верст от него если подобный факт может быть доказан то им будет нанесен решительный удар материалистическому учению утверждающим будто бы мозговая деятельность есть и сознание и мысль и жизнь а между тем именно вышеописанным образом выражается состояние высокого ясновидения вероятно большинство известно существование такого факта многие может быть сами даже убедились существование его на опыте следовательно этим фактом вполне доказывается что жизнь мысль сознания не зависит всецело от деятельности мозга и следовательно хотя дальнейшее после разложения мозга существование мысли и сознание и не доказано но вполне допустимо кроме того спиритуализм имеет немало фактов и явлений способных быть базисом положительной гипотезы материализм же не имеет абсолютно ни одного факта утверждающего гипотезу отрицательную во всяком случае материализм должен доводить до конца выводы физической науки было бы очень непоследовательно брать лишь одну сторону соображения и упускать из виду другую относительно конечной судьбы человечества по этому вопросу есть две научные теории согласно одной наша планета должна охладить и наконец замерзнуть согласно другой она будет втянута и сожжена солнцем нет сомнений что земля приближается к солнцу хотя настолько медленно что очень возможно что сперва земля замерзнет потом вновь населится людьми и будет целая эра еще до того времени когда ее поглотит солнце что бы там ни было но эти обе теории хотя и совершенно разные по существу торжественны уничтожение и гибель человечества неизбежны другого исхода нет таков логический вывод физической философии вывод этот очень пессимистический и не из особенно приятных для воображения человека а потому люди науки с мужеством достойным лучшего применения принимая этот вывод с презрением смотрят на спиритуалиста или оккультиста и обвиняют его в том что он верит в бессмертие потому только что желает бессмертия а подобное желание есть верный признак умственной слабости даже просто идиотизму но мне странно очень странно что жажда жить воззрение на жизнь как на нечто желательное признается учеными за недостойное воззрение и желание если возможно в этом случае обвинение в слабоумии и идиотизме то оно несомненно падает на голову тех кто не видит и не понимает всей прелести жизни с ее привязанностями бесконечной красотой бесконечным безграничным прогрессом и совершенствованием действительно надо быть очень умственно ограниченным чтобы не понимать жизни а следовательно и не тяготеть к ней я лишь не представляю себе ничего возвышеннее благороднее как это присущее человеку стремление вперед к вечному прогрессу и за пределами физического бытия наоборот мне думается что признаком великой души служит это стремление развивать лучшие способности человека и других при помощи убеждения в существовании иных форм сознания убеждения в совершенствовании не только тела но и души в сущности спиритуалисты и оккультисты борются за возвращение человеку утраченного наследства человек совмещает в себе все силы все свойства вселенной она вся отразилась в нем как в фокусе если существует закон вселенной если она едина то человек есть часть этого закона и этого единства философия бытия признающего человека лишь физическим существом унижает его умственно морально и духовно истинное назначение физической науки должно заключаться в созидании лестницы при помощи которой человек достигнет самых окон вселенной и через них уловит свет свет истины который светит во тьме и тьма не обымет его не может объять ребус 1898 мой год номер 51 глава четвертая мытарство частный суд по смерти загробная стезя а по смертным состоянии наших душ открыто нам в слове божьем и учений церкви столько сколько нужно для нас а не открыто потому не открыто что и не нужно что излишне для нас настоящей нашей жизни и потому что осталось бы для нас непонятным невместимым для нас святой апостол павел приземной еще жизни удостоившись проникнуть в тайны будущей когда восхищен был в рай сказал что слышал там неизреченные слова которых человеку нельзя пересказать православная церковь учит что душа человека по который в отличие от всеобщего последнего суда называется частным потому что совершается неторжественно перед лицом всего мира и имеет целью определить участь души не на целую вечность как суд последний а только до всеобщего воскресения а что этот суд действительно будет происходить мы уверяемся из священного писания апостол Павел сказал всем нам положено однажды умереть а потом суд из прищи спасителя богатого лазаря также ясно открывается что по смерти тотчас следует известное решение участи смотря по делам умершего следовательно происходит суд несомненная действительность такого суда вытекает еще как из понятия о земной жизни поприщ испытания так из понятия о боге творце судьи и мздо воздаятели нашим потому и говорит сын серахов приводя верование церкви ветхозаветной яко удобно есть перед богом в день смерти воздать человеку по делам его 11 26 частный суд божий над душами по учению церкви предваряется истязанием или испытанием их так называемых мытарствах через которые они в сопровождении ангелов проходят в области воздушной и где злые духи находят находясь в своей области эфессианом 6 12 задерживают их и обречают все грехи содеянные ими в жизни ученику преподобного Василия но жившего в первой половине 10 века Григорию были открыты введения обстоятельства смертного часа и хождения по мутарствам блаженной Феодоры вот что блаженная Феодора говорила ему когда я приблизилась к концу своей жизни и настал для меня час разлучения с телом то увидела я множество эфиопов стоявших около моей постели лица их были черных как сажа и смола очи как раскаленные угли а взгляд страшный для того что и сказать нельзя они яростно смотря на меня скрижетали зубами как будто хотели пожрать меня тут же они приготовляли бумаги как бы ожидая какого судью и развертывали свитки в которых были написаны все мои злые дела бедная душа моя была в несказанном страхе и трепете страшный вид эфиопов был для меня лютее самой смерти я отворачивалась туда и сюда но не могла не видеть эфиопов и не слышать голосов их изнемогши до конца я увидела наконец двух светлых ангелов божьих которые подошли ко мне в виде красивых юношей одежды их сияли светом и они припоясаны были крестообразом на груди золотыми поясами приблизившись к моей постели они стали с правой стороны тихо беседуя между собою а я обрадовалась и весело смотрела на них при виде их эфиопов содрогнулись и отступили тогда один из цветоносных юношей строго сказал им о бесстыдные проклятые и злобные враги рода человеческого зачем всегда спешите приходить к умирающим и своим криком смущайте душу разлучающуюся с телом не радуйтесь тут вы ничего для себя не найдете бог помиловал эту душу и вам нет ничего общего с нею эфиопы неистово закричали и начали показывать записки о злых делах от юности мною соделанных говоря мы не имеем дела до ней а это чьи грехи не она ли творила их крича таким образом они выжидали смерти моей и вот пришла смерть и из уст моих излетел последний вздох и светоносные ангелы взяли мою душу на руки свои я оглянулась назад и увидела что мое тело лежит без чувства и движения подобно тому как если бы кто сбросивший с себя одежду смотрел на нее так и я смотрел на свое тело будто на одежду и очень не являлась этому между тем как святые ангелы держали меня бесы в виде эфиопов окружили нас и кричали эта душа имеет много грехов пусть отвечает за них и начали показывать мои грехи а святые ангелы начали искать добрых моих дел и обретали благодать Божию все что при помощи ее сделано мною они собирали все что я сделала когда-либо доброе дала ли милости неубогим или накормила алчущего или напоила жаждущего или одела наготующего или странного вела в дом и упокоила или послужила рабам Божьим или посетила больного и в темницу сидевшая и утешила его приходила ли с усердием в храм Божий и молилась смелением и слезами или внимательно слушала чтение и пение церковное или приносила в храм ладан и свечи или наполняла маслом церковные лампады или освещение святых икон или лобызала иконы с благоговением или постилась и воздерживалась в среды пятки во все святые посты или клала поклоны и ночь проводила в бдении или воздыхала к Богу и плакала о грехах своих или исповедовала грехи свои перед Отцом Духовным с сердечным сожалением о них и старалась сделать за них удовлетворение или оказывала что-нибудь доброе ближним не гневалась на врагов не помета злобствовала и кротко переносила досаждение и укоризны за зло воздавала добром смирялась жалела о чужой беде и сострадала страждущим утешала плачущего и подавала ему руку помощи споспешистала кому в добром деле от худого отвращала или сама отвращала очи мои от суеты и удерживала язык от клятвы лжи клеветы и соисловия и все иные самые малейшие добрые мои дела одно за другим святые ангелы собирали и готовили положить на весы против злых моих дел эфиопы смотря на это скрыжетали на меня зубами своими потому что хотели тотчас вырвать меня из рук ангельских и не извести на дно ада в это самое время нечаянно явился там преподобный отец Василий и сказал святым ангелам святые ангелы эта душа много послужила к успокоению старости моей а потому я молился об ней к Богу и Бог даровал ее мне сказавши это он вынул за пазухи как бы мешочек с золотом и отдал его ангелам со словами вот сокровище молитв пред Господом об этой душе когда будете проходить воздушное мытарство и лукавые духи начнут истязывать ее то вы искупляйте ее этим от долгов ее после всего ушел лукавые же духи увидев дар преподобного Василия сперва стояли в недоумении потом подняли плачевные крики и сделали невидимы тогда снова явился угодник Божий Василий неся с собой много сосудов чистого илея и драгоценного мира которое все один за другим вылил на меня отчего я исполнилась благоухания духовного и почувствовал что я переменилась и сделалась очень светлою и опять сказал ангелам преподобны когда вы святые ангелы сделаете все необходимое для этой души тогда введите ее в приготовленную мне от господа обитель пусть там и остается после всего стал невидим и святые ангелы взяли меня и мы по воздуху пошли на восток мытарство первое когда мы шли от земли в высоту к высоте небесной то вначале встретили нас воздушные духи первого мытарства на котором истизуются грехи празднословия то есть бесед безрассудных скверных бесчинных мы остановились и пред нас вынесены были многие свитки где записаны были все слова произнесенные мной от юности моей непотребно и безрассудно и особенно если они выражали что-нибудь срамное или кощунственное как нередко бывает на языке людей молодых я видел и записаны мне там все свои боесловия сквернословия все мирские бесстыдные песни бесчинные крики смех и хохот всем этим злые духи обличали меня указывая на время и место когда где и с кем занималась я суетной беседой и прогневала бога своими непристойными словами не считая этого грехом а потому и не исповедовалась в них духовному отцу и не раскаивалась я молчала как безгласная не будучи в состоянии отвечать потому что лукавые духи правильно обличали меня когда я молчала стыдилась и от страха трепетала святые ангелы положили нечто из моих добрых дел а недостающие восполнили из сокровища подаренного преподобным отцом Василием и эти выкупили меня мытарство второе а оттуда пошли мы выше и приблизились к мытарству лжи на котором истезуется всякое слово ложное то есть клятво преступления напрасное призывание имени Божия лжесвидетельство неисполнение данных Богу обетов неискреннее и неистинное исповедание грехов и тому подобное духи этого мытарства злые и свирепы они остановили нас и начали подробно испытывать но я облесена была только в двух первое что случилось мне иногда солгать в неважных вещах и я даже не считал от того за грех второе что из ложного студа я бывало неискренно исповедовалась перед отцом моим духовным а клятва преступления лжесвидетельства и тому подобных беззаконий не нашли во мне по милости христовой святые ангелы на этом мытарстве против моих грехов положили нечто из моих добрых дел а более молитвы духовного отца моего выкупали меня и мы пошли выше мытарство третье достигли мы мытарства истезующего осуждения и клевету тут остановили нас и я уразумела как тяжа грех осуждения ближнего и как велико зло клеветать на кого-либо осуждать бесславить хулить брониться и смеяться над чужими недостатками такие грешников лютые истязатели истязуют как антихристов предвосхитивших себе право суда над другими но во мне по благодати христа немного нашли этих грехов потому что я во все дни жизни моей прилежно старалась никого не осуждать ни на кого не клеветать ни над кем не смеяться и не бронить никого только иногда слушая иных как они осуждают клевещут или смеются над кем-нибудь случалось и мне немного соглашаться с ними мыслью или по неосторожности прибавлять свое слово и тотчас зазирала себя и останавливалась но и самое поползновение истязатели вменяли мне в осуждении клевету и тут ангелы выкупившие мне одарованием молитв преподобного Василия пошли со мною выше мытарство четвертое дошли мы до мытарства чревоугодия и тотчас выбежали навстречу злые духи в надежде найти добычу себе лица их были скаредные похожие на лица сластолюбивых обжор и мерзких пьяниц обойдя нас как псы они тотчас показали счет всех случаев обжорства когда я тайно ела или сверх нужды или с утра не помолившись и не оградившись себя крестным знаменем принималась за пищу или во святые посты ела до совершения церковного богослужения представили все случаи моего пьянства даже показывали те самые чаши рюмки и прочие сосуды из коих я упивалась в такое-то время в таком-то перу с такими-то собеседниками и всякое мое чревоугодие до подробности поставили на вид и радовались как бы уже получив меня в свои руки я трепетала в виде такое обличение и не знала что отвечать вопреки но святые ангелы вынув довольные издорования преподобного Василия положили то против моих грехов и выкупили меня увидевши выкуп злые духи вскричали горе нам пропали наши труды и надежды и бросили на воздух свои записи о моем чревоугодии а я радовалась и мы пошли далее когда мы шли святые ангелы беседовали между собой так истинно великую помощь эта душа имеет от угодника Божия Василия и если бы не его молитвы то много нужды претерпела бы она в воздушных мытарствах а я принявши смелость сказала им мне кажется святые ангелы что никто из живущих на земле не знает что здесь происходит и что ожидает душу по смерти но ангелы отвечали мне а разве не свидетельствует обо всем этом божественное писание читаемое в храмах и проповедуемое священнослужителями столько люди пристрастившиеся к земной суете не брегут о том и считая величайшим удовольствием ежедневное объедение и пьянство всегда едят без меры и упиваются забывши страх Божий